Сенсационная находка! В ноябре 2016 года после землетрясения на один из пляжей Новой Зеландии вынесло двухметровую плиту. Под окаменевшим слоем ило ученые обнаружили фрагменты загадочной пиктограммы. Спустя год стало очевидно, человечество получило черную метку. Что происходит с мировым океаном? Неужели природа исчерпала запас терпения? В Швейцарии, Женева, октябрь 2017-го. Всемирная метеорологическая ассоциация публикует ужасающие данные. Количество углекислого газа в атмосфере Земли значительно превысило норму и продолжает расти. Процесс развивается стремительно. Через 100 лет кислорода в воздухе просто не останется. Выживут только обитатели подземных бункеров. Остальные обречены мучительно умирать от удушья. Германия, Бонн. Ноябрь 2017-го года. В конференции ООН по изменению климата участвует рекордное количество делегатов. 25 тысяч человек. Главный вывод форума – парниковый эффект вышел из-под контроля. После доклада одного из ученых в зале наступает гробовая тишина. Изотопы углерода метана показывают, что этот рост вызван нечеловеческим фактором. Мы не можем объяснить причину роста. Скорее всего, это процессы, происходящие в океане. Это очень тревожный знак. Юэн Низбетт – профессор университета Ройл Холлоуэй, Лондон. Океан, который занимает 70% поверхности Земли. Океан, благодаря которому в атмосфере существует кислород. Океан, из которого на планете появилась жизнь, начал нас убивать. Признаки всемирной катастрофы налицо. Это признает большинство ученых. Неужели предсказанный конец света выглядит именно так? Гибель человечества наступит не от потопа, а от смертельного дыхания моря. Чем опасен мексиканский залив? Последствия могут быть ужасающие. Как люди уничтожают младших братьев? Мы не должны будить этого зверя в океане. Почему взбесился Эль-Нинью? И что происходит с мировым океаном? Похоже, нам вынесли черную метку. Какая величайшая катастрофа ждет нас в ближайшем будущем? Может, это и есть преисподня? Я, Анна Чапман, раскрою эти тайны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прошло чуть больше года с того самого дня, когда на один из пляжей Новой Зеландии вынесло огромный кусок океанского дна. Обвитый водорослями, он был похож на фрагмент монументальной стены. Накануне произошло мощное землетрясение. Ближайшие города и поселки превратились в руины, погибли люди. Изучая находку, ученые нашли неизвестные формы подводной жизни, а затем разглядели и фрагменты двоичной пиктограммы. Этот кусок был понят с глубин примерно с 10 километров. В этом месте был геологический разлом. Что содержало это послание? Учитывая контекст, разрушение, жертву землетрясения, это было явно не поздравление. Рассуждая о таинственном фрагменте окаменевшей магмы, кто-то из исследователей вспомнил древнюю легенду о вавилонском царе Валтасари. Во время царского пира чья-то невидимая рука начертала на стене грозное предупреждение. «Мэне текил фарес». Пророк Даниил расшифровал послание. Время царствования развратного и жестокого властителя подошло к концу. В ту же ночь Валтасар был убит. Вавилон был захвачен персами. И то, что это событие имеет прямую корреляцию, прямую связь с таинственным посланием, которые были высечены на глыбе из океанских глубин, не вызывает никаких сомнений. Что же это за послание? Похоже, нам вынесли черную метку. По удивительному стечению обстоятельств, вскоре после того, как плиту убрали, на пляжах начал появляться человек в костюме смерти. Перепуганные люди не знали, что и думать. Оказалось, это специальная акция, призванная напомнить туристам о том, как опасен может быть океан. Существует известная восточная мудрость, изречение случайности, не случайно. Человек в черном костюме смерти – это еще один нехороший знак. Так неужели океан действительно вынес приговор человечеству? Или мы получили последнее предупреждение? Может ли человечество остановить трагический ход событий? К концу 21 века жизнь под водой будет уничтожена. Такой мрачный прогноз сделали специалисты Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера. Океан стремительно окисляется. Неужели обратный отчет времени уже начался? Большинство считает, что легкие планеты – это леса, потому что именно они выделяют кислород в атмосферу. На самом деле это не так. Главные производители кислорода живут в океане. Это фитопланктон, который поглощает углекислый газ. Состав атмосферы зависит от этих мельчайших существ. Не будет их, а окружающий воздух станет смертельно опасным. Углекислый газ хорошо растворим в воде при повышении температуры. Растворимость СО2 уменьшается, и он выделяется из океана. Первыми это отметили океанологи. Биомасса фитопланктона стала резко сокращаться. Океан сегодня выбрасывает в атмосферу в десятки раз больше углекислого газа, чем это прогнозировали ученые. Процессы, которые раньше длились столетиями, стремительно ускорились. Современный океан имеет индекс кислотности около 8. То есть это чуть-чуть щелочная среда. И к этой среде все организмы привыкли. Они существуют на протяжении многих миллионов, а может быть миллиардов лет. И поэтому существенное изменение кислотности воды может ужасно повлиять на все заживые существа. Кислотность воды повышается. Но что это означает для обитателей океанов? Чего нам стоит опасаться? Щелочная живая вода, кислотная – это мертвая вода. Дело в том, что одна вода оживляет бактерии, а другая, наоборот, взбивает. Получается, живая вода океана на наших глазах превращается в мертвую. Процесс закисления сопровождается выбросом метана. Этот газ практически не растворяется в воде. Но его залежи, которые тысячелетиями хранились на дне, вдруг стали подниматься на поверхность. Большая концентрация газа может привести к гибели живых существ, просто потому что они не смогут дышать. Ни человек, ни живот, ни жить не могут. Все, что там находится, все умирает. Сегодня ученые открыто говорят о том, что процессы, которые происходят в океане, носят апокалиптический характер. Но что именно их вызвало? Проблема воды – это не проблема технологического загрязнения, это проблема загрязнения сознания, общества в целом. Здесь заключается в следующем, что весь мир, в том числе человек, составляет единую систему. Человек больше, чем на 80% состоит из воды. И при этом он единственное существо на планете, которое обладает сознанием, соединяющим нас со всем окружающим миром. Взаимосвязь очевидна, но почему-то не берется в расчет официальной наукой. Вот это вот разделение, что существуем, как бы мы как люди, и некое внешнее пространство, оно искусственно, оно внедрено в нас, ну, можно сказать, современной прадигмой научного мышления. А это не так, то есть все взаимосвязано, абсолютно все находится в едином целом, и все существует как единое энергетическое поле. Простой вопрос. Откуда мы берем воду для того, чтобы вскипятить утром чай или заварить кофе? Прямо из-под крана? Или используем очистной фильтр? А может быть, покупаем воду для питья в бутылках? Как только воду начали продавать, люди потеряли связь со своей духовной частью, со своей душой. Вода помогает нам понять, какая у нас душа на данный момент, здесь и сейчас. Пресная вода действительно изменилась. Она содержит вещества, делающие ее непригодной для питья. Людям приходится строить все новые очистные сооружения. Все планетарные влияния, которые оказывают воздействие на воду, то есть приливы, отливы в океанах, например, посредством Луны, вот те же самые влияния оказываются на человека, на нашу психику, на наш внутренний мир. Потому что вода, она не раздельна с психическим строением человека. К большому счету, вода – это наша душа. Но если вода – это показатель состояния коллективной души человечества, то получается, наша с вами душа испортилась? Речь идет о воде как стихии. В мифологическом сознании есть восприятие всей Вселенной как единого целого. Это единое целое является живым. Оно обменивается информацией внутри себя, идут потоки сил, потоки данных, потоки информации. Это чисто ментальное воздействие. На воду? Коллективный разум человечества негативно влияет на воду. В свою очередь, вода негативно влияет на людей. Замкнутый круг? Мог ли кто-нибудь предположить лет 20 назад, что самым ходовым товаром в новом тысячелетии станет питьевая вода? По информации Росстата, рынок бутилированной воды стабильно растет на 12,5% в год. Только в первом полугодии 2017 года в России было продано свыше 3 миллиардов литров воды. В 2016 году потребление покупной воды в мире составило почти 100 литров на душу населения. Крупнейшими потребителями являются страны Северной Америки и Азии. Россия пока не входит в первую десятку, но и у нас продажа питьевой воды – один из самых прибыльных видов бизнеса. Наличие питьевой воды будет одной из самых главных глобальных проблем и вызовов человечества. По данным отчета ООН к 2025 году, запасов пресной воды на планете хватит лишь на то, чтобы обеспечить 60% всего населения. Что останется остальной части Земли? Только воевать. Экология сегодня в рамках геополитики встала идеологией. И страшно представить себе, когда в руках нечистоплотных людей экологию начинают использовать в своих глобальных целях. Известный американский бизнесмен Джим Роджерс предсказал, в самом ближайшем будущем именно водные ресурсы станут причиной вооруженных конфликтов. Причем начнутся они не на Ближнем Востоке, а в странах Запада. Большая часть стран, где сконцентрированы практически три четвертых мирового валового внутреннего продукта, они практически испортили свою экологию до самых, так сказать, невозможных уровней. На сегодняшний момент литр воды чистый, а он практически дороже литра бензина, или там даже дизельного топлива. Нехватка пресной воды уже остро ощущается в Америке, Великобритании, Франции, а вот России, странам Скандинавии и Канаде эта беда пока не грозит. Но не захотят ли другие государства захватить чужие водные ресурсы? Смотрите далее. Окончательный диагноз. Откуда приходят новые неизлечимые болезни? Это как вены, по которым бежит кровь. Синяя чума. Что на самом деле случилось в Мексиканском заливе и чем это угрожает России? В этом, конечно, молчат все и боятся говорить. Глубокое погружение. Может ли океан читать наши мысли? Именно он преобразует в нас, страшного нашего зверя внутри нас. Океан объявил нам войну. Это уже ощутили на себе любители рыбы и морепродуктов. Во многих странах врачи все чаще сталкиваются с симптомами болезни, о которой раньше мало кто знал. Ее название происходит от японского города, где она впервые была обнаружена. Болезнь Миномата. Болезнь Миномата вызвана, наверное, тем, что люди кушали виды рыб, которые содержали в себе повышенное содержание ртути и серы и любых других токсинов. Симптомы болезни Миномата – онемение и слабость в конечностях, усталость, звон в ушах, сужение поля зрения, потеря слуха и речи. В тяжелых случаях жертвы болезни сходят с ума и умирают в течение месяца. Лечения от болезни Миномата не существует. Ртуть и сера. Откуда они берутся в промысловых рыбах и в морепродуктах? Как правило, эти вещества содержатся в сбросах целлюлозно-бумажных комбинатов, предприятий металлургии и атомных станций. Как правило, их строят на берегах водоемов с пресной водой, далеких от морей. Каким же образом к нам на стол попадают отравленные продукты? Страдают вообще все страны, страдает весь мир, потому что под землей огромное количество таких рек подземных, это как вены, по которым бежит кровь. Мы заражаем сами себя, независимо от той точки, на которой мы будем находиться на земном шаре. Получается, не океан первым начал эту войну. Ее развязали люди, на горе всему живущему на земле. Эта катастрофа была неизбежна. Ее называют одной из крупнейших в истории США. 20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе на нефтяной платформе происходит взрыв. Столб огня и дыма поднимаются на высоту 3 километров. Сегодня мы впервые назовем истинные причины случившегося. Все произошло внезапно. В бушующем пламени погибли 11 нефтяников, находившихся на платформе. 17 тяжело ранены. Но самое страшное – повреждена труба скважины. Название платформы «Глубоководный горизонт» оказалось пророческим. Дыра образовалась под водой на глубине полтора километра. Гигантский фонтан нефти – 5 миллионов баррелей. В Мексиканский залив изверглось из этого жерла. 80 тысяч квадратных километров занимало это нефтяное пятно. Гибнет местная флора и фауна. Экономике прибрежных государств нанесен колоссальный ущерб. Гигантское нефтяное пятно радикально меняет направление Гольфстрима – теплого течения, которое формирует погоду в Европе и европейской части России. Нефть – это другая жидкость по своей природе, чем вода. И она не пропускает это теплое течение. То есть это реальное изменение климатических условий. Аномально жаркое лето 2010 года – это влияние именно вот этой вот ситуации в Мексиканском заливе. Специалисты считают – взрыв на буровой платформе – событие экстраординарное. Поначалу следствие рассматривает все версии, включая и человеческий фактор. Ни одна не подтверждается. Может быть, это была диверсия? Почему же тогда никто не взял на себя ответственность за нее? Австралия, Мельбурн, июнь 2010 года. В программе «Правдивые новости» на одной из австралийских радиостанций выступает эксперт в области нефтяной промышленности Мэтт Симмонс. Он заявляет – последствия катастрофы в Мексиканском заливе вскоре будут ликвидированы. Группе ученых удалось создать искусственную бактерию, которая питается нефтью. Ее назвали «Синтия». История создания «Синтии» засекречена. Очевидно, что эта бактерия является биологическим оружием. Не случайно она была разработана в лабораториях Пентагона. Не будучи природной бактерией, «Синтия» не имеет врагов в окружающей среде. Быстро размножается и легко перерабатывает сырую нефть в безвредные химические соединения. Казалось бы, вот оно – спасение. Бактерия была запущена в воды Мексиканского залива и побережья в 2011 году. Причем проходило все это достаточно быстро, спешно. Американцы не посчитали должным известить об этом научную общественность. И распылили бактерию без предварительной подготовки. Первое время ученые наблюдают, как нефтяное пятно стремительно сокращается. Журналисты спешат сообщить о грандиозной победе науки. Однако, что-то пошло не так. Искусственно созданная бактерия «Синтия» мутировала и вышла из-под контроля. Помимо нефти, она начала питаться живыми организмами. Ликвидация одного вида отхода раздает нечто другое. Ведь в природе так оно и бывает. Появляется более опасный вид отхода. Он еще непонятен для человека. Последствия могут быть ужасающие. А вот не только для рыб, птиц и млекопитающих. Сначала симптомы странного заболевания проявились у сотрудников нефтедобывающей компании, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы. Опасаясь утечкой информации, руководство компании запрещает им обращаться в общественные больницы и проводит внутреннее расследование. Болезнь получает название «синяя чума». В этом, конечно, молчат все люди и боятся говорить, потому что это усугубляет ситуацию. Побережье Мексиканского залива – весна 2012 года. В штатах Флорида, Алабама, Техас, в Мексике и на Кубе зафиксировано появление новой болезни. Ее симптомы отдаленно напоминают грипп, но осложняются кожными высыпаниями. Болезнь распространяют взрослые и дети, искупавшиеся в океане или погулявшие у залива. Все больше людей умирает. Медицина не может им помочь. Неужели причиной стала искусственно созданная бактерия? В организм синтия попадает через маленькие ранки на теле и движется осваивать новые территории. При вскрытии кажется, что тело человека просто сгнило изнутри. Куда мигрировала расплодившаяся синтия? Где она сегодня обитает? Ведь Мексиканский залив – часть Мирового океана. Океан – это живой организм, да? Что происходит, какие процессы, химические реакции происходят внутри океана, а вот человек, конечно, до конца этого не знает. Более того, нам дается сигнал свыше, что не нужно быть такими самоуверенными. Большая часть информации об искусственной бактерии засекречена. Можно предположить, что синтия распространилась по всему миру и живет во многих водоемах. А значит, наше здоровье тоже под угрозой. Вспомним, искусственную бактерию создали в секретных лабораториях Пентагона. И какие свойства в нее заложили, остается только догадываться. А что будет, например, если будет включено специальное электромагнитное излучение, которому восприимчивы геномы синтии? И, кстати говоря, в ноябре 2017 года многие зарубежные лаборатории принялись спешно собирать данные о ДНК россиян. Для чего? Среди всех вопросов есть один главный. Кто же все-таки взорвал нефтяную платформу в Мексиканском заливе? Добывающие платформы проектируют так, что затонуть они не могут ни при каких обстоятельствах. Но эта платформа пошла на дно. Многие эксперты уверены, люди не в силах оказать такое воздействие. Взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе – это месть дельфинов. За месяц до катастрофы береговые службы зафиксировали массовую гибель этих животных. Все они были жестоко убиты людьми. Представители Союза рыболовства и охраны дикой природы США приводят жуткие факты. Незадолго до взрыва по всему побережью наблюдался всплеск агрессии по отношению к дельфинам. Их расстреливали из арбалетов и ружей, добивали бейсбольными битами. Дельфины – это отдельная цивилизация на планете Земля. Более высокого уровня мозг дельфина такой же, как у человека по объему. И даже превосходит человеческий мозг по своим функциональным возможностям. Это в Институте мозга Бехтеревой было выявлено. Так вот, рядом с нами живет цивилизация дельфинов. В японском городке Тайдзи уже давно действует целый конвейер смерти. Дельфинов и китов убивают каждый год с особой жестокостью по нескольку десятков тысяч. Только в 2017-м по самым скромным подсчетам было убито и продано в рабство океанариумом более 30 тысяч особей. Неужели мировой океан, словно Солярис, из фантастического романа Станислава Лема впитал людскую агрессию и выплеснул ее наружу? Если вспомнить Станислава Лема Солярис, вот этот странный мозг, который воспроизводил как страхи, как мысли, Океан – преобразователь. И именно он преобразует в нас, страшного нашего зверя внутри нас. Мы не должны будить этого зверя в океане, потому что океан и есть отражение наших мыслей. Насилие, войны, агрессия. Наш мир переполнен злом. Ежедневные сводки новостей звучат как приговор человечеству, которое стремительно утрачивает остатки разума. Ритуальное массовое убийство на законных основаниях. Никого из убийц не привлекли к ответу. Но как такое возможно? Каждый год осенью морская вода близ Фарерских островов северной части Атлантики окрашивается в красный цвет. Загонщики на лодках пригоняют к берегу дельфинов и китов и расправляются с ними. Европейский Союз пытается запретить кровавые развлечения датчан. Собрано огромное количество свидетельств. Проведено несколько судебных заседаний. И все безуспешно. Массовое убийство морских млекопитающих оправдывают национальными традициями. Для древних людей это была необходимость заготовки мяса. И это происходило из-за голода. Однако Дания сегодня занимает ведущее место среди прогрессивных стран по ВВП на душу населения. То есть датчане явно не голодают. Из-за чего же они совершают такие варварские убийства морских млекопитающих? Это азарт? Это болезнь? Что это? В 2017 году праздник смерти Гринд прошел с размахом, как и прежде. За два дня были убиты 228 атлантических белолобых дельфинов и китов. В основном беременные самки и молодняк. Если обряды связаны с уничтожением морских обитателей, китов, акул, дельфинов, то это, конечно, варварство. Подобная жестокость обязательно вернется человеку. Не пройдет и года, когда человек всю свою вот эту вот жестокость получит обратно умноженную трехкратно. И, как правило, люди, которые совершают подобные вот так-то злодеяния, их самих убивают. Зло порождает новое зло. Долго ждать не приходится. Спустя два месяца после кровавой расправы над дельфинами, датская полиция обнаружила на берегу бухты Кёге человеческую руку. Предположительно, это останки репортера Ким Валь, зверски убитый на борту судна «Наутилус». Убийца, известный в Дании изобретатель Петер Матсон, был постоянным участником фестиваля Гринд. Активно осваивать глубины мирового океана люди начали в 60-е годы прошлого века. Ведущие державы финансировали программы по созданию аквапоселений. В моде новая профессия – акванавт. Ее активно рекламирует известный исследователь морей Жак Ив Кусто. Жак Ив Кусто, чтобы он там про себя не говорил, какие бы передачи он там ни снимал, у него была серьезная финансовая база. Это исследование нефтяностного шельфа. Это именно то, почему Жак Ив Кусто получил возможность всем этим заниматься. Или, как в некоторых фильмах говорят, вот, это то, что платит за все. СССР особенно преуспел в освоении глубин. Советские ученые первыми создают глубоководные аппараты, которым нет аналогов в мире. Наивысшее достижение – огромная платформа Черномор. На ней, сменяя друг друга, трудятся 60 советских исследователей-акванавтов. Настоящий хозяин жизни – человек, готов покорить морские глубины. Любые претензии человека на то, что он хозяин этой планеты, должны соотноситься с претензиями вируса гриппа, со всеми его штаммами, что это хозяин на самом деле этой планеты. Или, может, какими-то тараканами, которых вот сколько ни траве, они везде есть, в разных своих ипостасях. И вдруг в 1973 году, как по команде, исследования были резко прекращены. Все построенные на дне сооружения были заброшены и забыты. Прессе даже запретили упоминать о них. Вдруг в 80-х годах появляется специальная конвенция ООН. Человечеству запрещено проживать под водой в глубоководных городах. Создается впечатление, что ООН просто-напросто выполняла чей-то приказ. Чей это был приказ? Может быть, самого океана? Но если океан объявил нам войну, есть ли у человечества шансы на победу? Эксперты уверены – люди уже проиграли. Ведь океан для нас – по-прежнему неизведанное пространство. У человека, конечно, во-первых, подсознательно сидит, ощущение страха существует по отношению к неведомому. Он понимает, что он достаточно ограничен в данной ситуации. Он понимает, что чувствует себя не совсем уверенно, и многое от него не зависит. Вот океан знает о нас все и контролирует нашу жизнь. 70% перевозок осуществляется по морю. Интернет-связь, телефония – все эти кабели проложены на дни океана. Судя по тому, как легко океан уничтожил непотопляемую нефтяную платформу, можно предположить, что ему ничего не стоит обрушить всю мировую экономику. Самая большая проблема, что может пройти ситуация, когда человек в определенный момент просто не успеет вовремя отреагировать на критический порог, который будет достигнуть. Вот именно точка невозврата. К счастью, наше сознание постепенно начинает меняться. К людям приходит осознание – мы – единое целое с планетой. Земля, она абсолютно похожа на человека. Что такое суша земная? Это ее кости, это кальций, из которых состоит наша кость. Что такое наша кровь? Она по составу, по солям своим, как морская вода. Мы совершенно адекватны нашей земле. Вспомним еще раз про огромную плиту, выброшенную на берег в Новой Зеландии. У наших экспертов уже есть догадки, что зашифровано в начертанной на плите пиктограмме. Вот там двоичный код в этих пиктограммах, и наложили это все на музыку, то есть в музыкальном изложении. Так вот, эта пиктограмма звучит как разговор двух дельфинов. Или шумы в стае дельфинов, которые мы слышим. Те же самые двоичные кодовые сигналы. Дельфины. Возможно, именно они отправили людям сигнал, надеясь на наш коллективный разум. Они верят. Мы в силах прекратить войну и можем остановить убийственные природные процессы. Россия, Сочи. Лето 2017-го. У берегов Черного моря люди наблюдают небывалое количество дельфинов. Они приплывают на многолюдные пляжи целыми семействами. Отдыхающие выкладывают в соцсетях видео, которые просматривают тысячи пользователей. Если дельфины плывут к нам, это говорит о том, что экологическая обстановка становится более чистой, более здоровой. И поэтому, может быть, глядя на своих соседей, на своих родственников в Дании или в Японии, где происходит массовое убийство дельфинов, они оттуда уплывают. А вот приплывают к нам. Как считают эзотерики, Россия вновь оказывается в центре Великой битвы света и тьмы. Кто победит? Что говорят об этом пророки и предсказатели? Смотрите далее. Ураганы с нежными именами. Кто вызвал Ирму? Происходит эффект пылесоса. И какие новые тайфуны уже на подходе? Это все находится в виде нам, как и в организме. Океан душегубец. За что Нептун мстит людям? И разве можно говорить о том, что океан не живой? 2017 год стал рекордным по количеству стихийных бедствий за всю историю наблюдений. Январь 2017. Землетрясение в Италии. В Риме проходит эвакуация из школ и со станции метро. В провинции Пискара лавина накрывает отель Ригальяна. Погибли 29 человек. С июля по сентябрь 2017 по юго-восточной Азии проходит волна наводнений. Бангладеш, Непал, Пакистан. Около полутора тысяч погибших. Особенно много жертв в Индии. Всего от стихии пострадало более 40 миллионов человек. В августе 2017 на штат Техас обрушивается ураган Харви. Страшный итог – 90 погибших. На восстановительные работы приходится потратить 70 миллиардов долларов США. И это только начало. Особенно сильное буйство стихии приходится на осень. В конце августа-начале сентября 2017-го над Атлантическим океаном зарождается ураган Ирма. Самый продолжительный за всю историю наблюдений. Скорость ветра достигает 360 километров в час. Жертвами стали почти 150 человек. Материальный ущерб – более 60 миллиардов долларов. Сразу вслед за Ирмой приходит Хосе. Ураган угрожает Антильским островам. В Мексике в ночь на 8 сентября 2017-го начинается землетрясение. Десятки людей погибли. Ранены больше двухсот. Президент Мексики Энрике Пеньо Ньета называет это землетрясение самым сильным зафиксированным в стране за последние сто лет. Но как же он ошибается? 19 сентября новые мощные толчки сотрясают страну. Международный аэропорт Мехико прекращает свою работу. 350 погибших, более 6 тысяч раненых. В отцале во время обряда крещения рушится церковь. Под обломками гибнут все, включая младенца. Над Атлантикой в тот же самый день зарождается новый ураган – Мария. Скорость ветра достигает 250 километров в час. На острове Доминика более 90% зданий повреждено или разрушено. Пострадали Гваделупа, Мартиника и американские Виргинские острова. На всей территории Пуэрто-Рико отключено электричество. Не работает связь. Ураган унес жизни 93-х человек. Разбираясь в причинах природных аномалий, специалисты приходят к неожиданному выводу. Всему виной Эль-Ниньо. Эль-Ниньо, по-испански «маленький мальчик», приносит огромные беды. Когда-то перуанские рыбаки называли так природное явление, происходившее в канун Рождества. Сегодня Эль-Ниньо – самая мощная тропическая аномалия, которая изменила до неузнаваемости погоду на всей планете. Вот уже 20 лет между Индонезией и Южной Америкой курсируют десятки метеорологических судов, которые измеряют параметры воды в этой акватории. Самолеты и спутники ежедневно шлют сообщения о состоянии атмосферы. Тысячи ученых тщательно сверяют полученные данные. Вся эта армия работает для того, чтобы понять, что же такое этот загадочный Эль-Ниньо. Можно ли его спрогнозировать с высокой степенью вероятностей? Но пока все тщетно. Понижается давление атмосферного воздуха. Происходит эффект пылесоса. Это вот как раз то, что произошло недавно с ураганом Ирма, где часть океана была всосана буквально вихрем этого тайфуна. Пока удалось выяснить только одно. В какой-то момент в Тихом океане появляется очень теплое, почти горячее гигантское течение. Из него в атмосферу поступает почти полмиллиарда мегаватт энергии. Это вызывает появление шквальных западных ветров. Засуха и дожди, ураганы, смерчи и снегопады. Вот главные спутники Эль-Ниньо. Судя по данным, которые обнародовала Всемирная организация здравоохранения, каждый час в морях и реках тонет 40 человек. Только в 2017 году количество смертей превысило 400 тысяч. Более 90% случаев зафиксировано на побережьях Африки, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Особенное внимание привлек факт, что большинство жертв утонули от удушья. То есть, получается, вода выделяет газ, в котором человек задыхается. Ассоциация жертв круизов приводит не менее пугающую статистику. В 2017 году в океане бесследно исчезли 165 человек. Все они путешествовали на комфортабельных судах, не попали в шторм и не перенесли кораблекрушений. Люди просто пропали. Океан забрал много человеческих жизней. Может ли в глобальном смысле океан через глобальную катастрофу уничтожить человечество? Ну, теоретически, наверное, да. А может быть, во всем виноват сам год? 2017-й от Рождества Христова. Если вспомнить предсказание, 2017-й называли особенным и Ванга, и Матрона Московская, и Нострадамус. Правда, никто из них в детали не вдавался. По восточному календарю это был год огненного петуха. Если верить нумерологии, он стал для нашей планеты скорее годом Феникса, волшебной птицы, возрождающейся из пепла. Сложим все цифры, получится единица. В нумерологии она фиксирует начало нового цикла после обнуления. Такой год должен был дать сильный импульс интеллектуальному и духовному развитию человечества. Так и случилось. Сдвиг в сознании людей произошел. Многие политики, мыслители увидели, что человечество идет неверным путем. Рухнули теории, прежде казавшиеся незыблемыми. Все взаимосвязано. Нет там что-то, что не было бы и не зависело друг от друга. Земля, вода, экономические элементы, обмен, торговля, это все находится в едином целом, как и в организме. 2017 год поистине стал годом невероятных открытий. В течение многих лет исследователи изучали мировой океан вдоль и поперек, составляли подробнейшие карты, фиксировали все мели и опасные участки. И вдруг оказалось, что весь этот труд впустую. Стали проверять уже изученные части океана. И что оказалось? Оказалось, что океан меняется. Представьте, что вы вошли в лес по известной вам тропинке, бродите по лесу, и вдруг вы понимаете, что вы не можете выйти из лесу, так как лес за это время уже изменился, и вы не можете найти тропинку домой. Поток новой, подчас шокирующей информации, который обрушился на океанологов в этом году, заставил многих ученых изменить свою точку зрения относительно разумности океана. Океан – это разумное существо. Оно подстраивается под жизнедеятельность человека, в том числе и губительную. Как далеко зайдет океан в войне против людей? Кто остановит это противостояние, и какие катаклизмы смогут выдержать обитатели подводных глубин? Креветки живут в кипятке. 400 градусов Цельсия – температура воды в термальном кратере на дне Атлантического океана. Поразительно, но в этой среде прекрасно чувствуют себя не только креветки, но и гигантские черви, моллюски и даже некоторые виды крабов. Эти удивительные гидротермальные источники получили название «черные курильщики». Они были открыты в конце 70-х годов прошлого века, когда активное исследование океанов пошло на убыль. Возможно, поэтому детально изучать их начали только сейчас. Тринидад и Табага – Порт оф Спейн. Март 2010 года. Из столицы небольшого островного государства стартует научная экспедиция Британского национального океанографического центра. На небольшом судне Джеймс Кук они отправились к Каймановой впадине, которая расположена в Карибском море. Через две недели было сделано грандиозное открытие. Оказывается, что в океане на глубине 5 километров при кислотности среды 2 pH и давлении 300 атмосфер при температуре 400 градусов кипит белковая жизнь. А ведь на поверхности Земли обычный жизненный организм погибает при температуре 40 градусов или чуть выше. Бактерии же погибают при температуре до 70 градусов Цельсия. Эта жизнь основана на хемосинтезе – особом способе питания клеток, при котором органические вещества синтезируются из углекислого газа. Вместо воды используется сероводород, а в результате реакции выделяется сера. То, что увидели исследователи, потрясло их до глубины души. Раньше считалось, что хемосинтез обеспечивает жизнеспособность только бактерий, но никак не белковых организмов. Оказывается, рядом с нами, в океане, существует новая форма белковой жизни, для которой не нужен кислород. Такого не могли вообразить даже писатели-фантасты. Самое забавное – этот новый дивный мир пахнет серой и тухлыми яйцами. Температура, как в аду, котлов только не хватает. Может, это и есть преисподняя? Это открытие заставило ученых пересмотреть многие теории, которые оказались устаревшими. Оказывается, живые организмы, существующие благодаря хемосинтезу, обитают в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. А это значит, резкое окисление океана вовсе не приведет к массовой гибели всех его обитателей. Но что станет с человечеством? Неужели люди, которым для жизни необходим кислород, окажутся лишними на планете Земля? Смотрите далее, изображая жертву, как договориться с океаном. Нужно обязательно, чтобы прилилась кровь. Вода живая и мертвая. Где искать ключ к великой тайне природы? Собственно, мара – это смерть, оно же море. Связанные одной цепью. Какие новые стихийные бедствия угрожают человечеству? Если мы что-то берем, то мы обязаны отдать. Океан, как живое существо. Мыслящий океан. Идея не новая. Об этом знали еще древние цивилизации. Водные стихии поклонялись и приносили ей жертвы. Экономика привлежных государств ориентировалась на использование морских ресурсов, то есть рыболовство в первую очередь. И они развивали торговлю. Жизнь обитателей побережья целиком и полностью зависела от благосклонности океана. Именно поэтому они совершали ритуалы, призванные укрепить мистическую связь человека и водной стихии. Люди верили, что для того, чтобы задобрить стихию, нужно обязательно, чтобы прилилась кровь. И когда кровь человека попадает в воду, смешивается с водой, соответственно, весь опыт, все, что хранит в себе океан, все, что хранит в себе вода, переходит на уровень души человека. А все, что имел в себе человек, уходит в океан. То есть это такой непосредственный взаимообмен. Мы с тобой одной крови, ты и я. Если верить легендам, это древнее индийское заклинание позволяло понимать язык животных и птиц, вызывать дожди, останавливать бури. Нам оно известно благодаря английскому писателю Рейд Йорду Кейплингу и его книге «Джунглей». Но почему его истинное значение мы стали понимать только сейчас? Человек – это часть экосистемы, биосферы. И человек, и земля в большей массе своей имеют количество воды. Сердце человека, сердце планеты – это ядро, кровь, кровеносная система. Я думаю, это как раз моря, океаны, реки. Эту мысль можно продолжить. Кровь имеет солоноватый вкус, вода в море тоже. О ее мистических свойствах знали древние народы, населявшие берега морей. Собственно, мара – это смерть, оно же море. Считается, что морская вода, соленая вода, она может использоваться для очистки, например, амулетов от различных вредных или просто воздействий. Вот амулет, например, неизвестного происхождения. На нем может лежать проклятие, на нем может лежать все, что угодно. Отмыть его морской или просто соленой водой, и можно использовать как новенький. В погоне за научно-техническим прогрессом мы растеряли эзотерические знания, доставшиеся от древних. А главное – мы забыли заповедь, которую они свято соблюдали. Человек пришел сюда после того, как творцом уже была создана Земля. Человек пришел сюда в гости, и он уйдет в другой мир. Осталось ответить всего лишь на один вопрос. Когда и каким образом человечество освободит Землю от своего присутствия? До 2020 года на Земле произойдет мировая катастрофа. Об этом предупредил известный швейцарский климатолог Ретто Кнути. Сотрудники Оксфордского университета даже подсчитали возможное число жертв. 750 миллионов человек по всему миру. В докладе Ретто Кнути приведены неоспоримые факты. По его подсчетам, человечеству осталось всего три года более-менее комфортной жизни, которыми надо успеть насладиться перед катастрофой. Но откуда придет беда? Что погубит человечество? Ядерная война? Астероид? А может быть, месть океана? Тихий океан имеет сейсмический пояс, в который попадает Япония, Сахалин, Курилы. Это острова Архипелагии, Австралия частично и все побережье Южной и Северной Америки. То есть Калифорния, весь пояс Антка и Де Кардельера – это фактически вулканы, причем очень мощные. И если начнется усиление деятельности вот этих вулканов, то, конечно, тогда ситуация у человечества будет плачевной. 2017 год побил все рекорды по числу ураганов и землетрясений. Что ждать от 2018-го? Если верить Ретто-Кнути, в ближайшие три года разрушительные процессы будут только нарастать. США. Май 2017-го. Ученые из Университета Северной Каролины фиксируют – разрушительный процесс отслаивания мантии земной коры значительно ускорился. Это стало причиной систематических толчков, которые все больше тревожат жителей юго-восточных штатов. И не просто так идут сейчас эти понарастающие катаклизмы. Если мы что-то берем, то мы обязаны отдать. Знаете, законы сохранения никто не отменял. Если ты нарушил законы энергоинформационного обмена в мироздании, то ты должен за это ответить. Германия. Бремерхафен. Май 2016-го. Исследователи из Института полярных и морских исследований Альфреда Вегенера заявляют о сенсационном открытии. Они обнаружили на дне южной части Тихого океана гигантское хранилище углекислого газа. Он накапливался 800 тысяч лет. Если весь этот газ резко поднимется на поверхность, произойдет взрыв по мощности равный взрыву сотни ядерных бомб. И это не единственная угроза, с которой столкнулось человечество. Процессы, которые происходят внутри нашего организма, тоже связаны с жизнью океана. Наверное, это одна из самых опасных тенденций, с которой встретилось человечество. Это изменение в составе крови. В последнее время не хватает здоровых доноров. В части людей изменение ферментов в большую сторону или в меньшую. Также меняется состав крови. И такие проблемы встречаются в разных странах мира в последнее время. Что такое наша кровь? По составу она похожа на морскую воду. Если вода в океане изменила формулу, значит и кровь в телах людей поменялась. Убивая океан, люди фактически приговорили себя. Успеем ли мы покаяться? Исправить свои ошибки или точка невозврата пройдена? И остается только ждать расплаты. Самые страшные прогнозы власть имущие стараются скрыть от народа. Мировая элита пребывает в уверенности, что по-прежнему держит все под контролем. Но если природа и в самом деле попытается смести людей с лица земли, вряд ли найдутся избранные, которые сумеют спастись. Сегодня одной тайной стало меньше. Вы стали свидетелем загадочного явления и успели его запечатлеть? Поделитесь своим открытием на моей странице в Инстаграме, в социальных сетях и на сайте РЕН-ТВ.